Всем привет, с вами Тимпас и мы продолжаем прохождение игры World Conqueror 3, мода World of Iron и, собственно говоря, кампания за Советский Союз 1942 года. Мы закончили прошлую серию тем, что мы завершили ход, ну как бы кнопку еще не нажали. Все действия мы уже выполнили, насколько я помню, сейчас все перепроверим. И давайте тогда нажимать ход. Да, все мы сделаем. Делаем ход, убираем, делаем перемотку. В этой модификации, что интересно, перебалансены фракции, то есть государства, и добавлены новые. Вот, например, сейчас на экране вы видите Францию, которая была на стороне Германии. То есть есть Франция, которая борется за свою независимость на территории Африки, а есть те, которые поддержали немцев. И рано или поздно мы до них тоже доберемся, нашими бравыми советскими вояками. Так, ну, здесь можем видеть, что постепенно-постепенно союзники что-то там делают. Ладно, пока еще рано обозревать действия наших союзников. Расперем с тем, что у нас здесь на границах. Нам бы нужно начать заказывать пехоту. Сложно нам будет захватить Финляндию, потому что у них здесь генерал достаточно такой прокаченный, 540. Так, у меня два дальнострельных отряда, и буду пехотные полки заказывать. Это надолго, на самом деле. Могу кого-то сюда подвезти? В артиллерию не вариант, это долго. Давай, наверное, одного генерала пошлю. Кто у меня здесь есть? 417. Могу выделить одного или нет? Ну, давай, я думаю, хватит сил. Так, вперед. О, давай, я думаю, хватит сил. Надо уничтожить фражеского генерала. А кто это у нас? Как называть? Это Бог. Мы здесь поставим мины. На случай, если они решат переходить реку. Так, надо бы дать леща этому товарищу. Чтобы он наших Катюши не трогал. Они подводят свою технику. Катюши начинают стрематься немного. Потому что их много. В принципе, если в Москве буду постоянно производить танки, то они просто не успеют ее захватить. Ой, это было зря. Это было зря. Тут больше, кроме лайт-танка, я больше не могу никого заказывать. Артиллерия будет долго к границам идти. Так, ну, Киев так быстро, как я планировал взять, не получится. Займет какое-то время. Блин, как бы мне в Севастополь рвануть. Пехотой, короче, пойду. Ага, подлодка, замечательно. Иди нафиг. Продолжение следует... так постепенно придвигаем ребята из с кавказа с тегерана пусть нам тут помогают здесь не буду заказывать денег мало осталось ненужная трата все запад походил западный фронт дальше восток что здесь у нас захватываем нефтевышку и двигаемся так тут пока не буду никого заказывать возможно смогу это сделать ближе вот как-то я не очень разумно поступил кого могу здесь заказать лучше танк закажу ну в принципе на востоке все более-менее нормально то есть и войска мы тут подтащили хоть пехоты много так у противника не меньше о что-то строит надо бы бомбануть на кого бы напасть давайте вот этих вот бомбанем потом ход в этой игре есть несколько явных проблем первое это отсутствие дипломатии ну то есть если допустим враг уже проигрывает и не могу попросить у него мира допустим за территории ну и он не может попросить чтобы не нападал поражение либо победа это полная капитуляция противника нулевая собственно а учитывая что компьютер достаточно пассивный то чревато что игра может затянуться допустим я европу захвачу а ну китайцы как бы не на японию не будут нападать мне придется самостоятельно перец и допустим не знаю в азию что скорее всего и будет захватывать какие-то дальние точки острова либо не знаю придется в африку плыть вот сюда итальянцев добивать потому что эти боты они не будут атаковать их поэтому скорее всего когда моя победа будет когда я захвачу европу то есть у меня цель совет как советского союза захватить европу дойду до испании посмотрим может будут помогут и на этом все то есть я не буду там последние точки захватывать противника может сделаю это уже вне вне камеры посмотрим а что это значит так я что-то не в курсе почему мигает типа я могу что-то потерять это если что и сделаю неправильно походил ну ладно в этот товарищ есть восстановление а с него заход плюс 15 ему город дает плюс 13 28 заход получает ох это надолго это надолго это надолго ну товарищ помогать будет у него нет восстановления грустно ну и и и и Так, Минск наш, отлично. Строим еще один хэви-танк. Здесь я, пожалуй, пока не буду. Хотя, хотя... А ну давай. Вот он меня убил, теперь я могу построить здесь новый медиум-танк. 145, отлично. Я не хочу легкими танками атаковать вражин. Они делают мне за это больно. Хотя, в принципе, у меня немного осталось хп. Может, получится. 24-18 нормально. Так, легкий танк сюда. И мочим генерала. Поставлю пару мин. Ну и как всегда мне. Немножко не хватит. Ну да. Потому что нужно было немножко по-другому походить. Так. 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 Черноморский флот несет потери. Так-то. Так, пока заказывать здесь никого не буду, потому что мало денег, может быть, на более важную покупку с берегу. Так, все, резервы здесь все подведены. Что у нас здесь? Ну, я думаю, на следующем ходу захватим. Не знаю, сколько тут осталось. Так, ну давайте здесь двигаться. Уничтожим артиллерию, потому что я ее не люблю. Может получится сейчас за этот ход уничтожить их. Танки на десерт я оставлю. Не, не успеем. Точнее, не хватит очков хода. Жаль. Город в кольце, как бы там уже не выбраться им. Еще один танк. Город. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Точно, точно Мне же ничего не мешает, допустим, сейчас Отправить десант Кстати Почему нет? У меня 4 корабля Начну с севера Японии У них как бы есть тут силы Ну, они их направили на Америку, Канаду Ну, пусть Все, ход Так, перемотка Немцы в контратаку пошли Пытаются, пытаются что-то делать Ага Я понял Они мне хотят на севере помочь Ладно Помогайте Ну, я ему однозначно сношу сейчас больше, чем он может восстановить Поэтому продолжаем Музыка Продолжаем. Блин, сам отгрёб. Отлично, отлично, мы отбились, супер. Практически по центру мы полностью отбились. От вражин, так нет, рано, это я, ещё артиллерии не походил. Так, технику заказываем, потому что танки лишними не будут. Смотрим, где у меня здесь, Катюши мои. А куда, понятно, их потерял. Потерял, Катюш, ну и ладно. Это кто? Я не вижу. Ага, иди сюда. Ага, иди сюда. Супер, и Киев тоже наш. Это замечательно. Ну всё, теперь окончательно СССР перешёл на фазу контратаки. Я думал, будет больше проблем с массивными силами техники противника. Так, это что происходит? Почему так мало? Так, вот здесь мы закажем товарищей. Ах, чуть-чуть не хватило. Так, тут, наверное, лучше будет артиллерию по воде переправить. Ну, этих я уже не буду переправлять пехотинцев. Пусть тут сидят в Тбилиси. А арту я на Болгарию пошлю. Всё, отлично. Ага, что у нас там с захватом города? Замечательно. Плюс 65 у нас теперь к деньгам. Это хорошо. Так, восток, восточный фронт. Вот что у нас. Какова ситуация. Деньгам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну и закажем здесь еще один танк Для уверенности Так, деньги еще остались Что бы мне заказать? 285 Может где-нибудь легкий танк заказать? Наверное здесь Да Один легкий танк, что-то еще? Нет В Саратове не буду заказывать Все, вход Англичане бомбят Берлин Гребаные англичане Шестой ход Гребаные англичане Надо было Вот здесь поставить мины Пока у меня территория Мне принадлежала Не подумал об этом Ну и ладно Все Надо сейчас, наверное Выстроиться как-то Немножко Потому что мы здесь всех уничтожили уже Надо теперь Построиться Надо реку переплыть Всем войскам Ну Этой артиллерии уже не надо ничего Спасибо за просмотр Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще один закажем... В Саратове не нужен танк, в Москве... Продолжение следует... Давай еще один хеви... Восток... О! Они начали двигаться, неужели? Продолжение следует... О! Отлично! Мы уничтожили нацию... Звучит не очень, правда... Так, во Владивостоке, наверное, перестаю заказывать танки... Тут достаточно... Что у нас здесь? Ну, сейчас мы Японию захватим... Пока китайцы воюют... В своей стране... Будем захватывать ее территорию... Не слишком... Слишком далеко... Не буду тебя вести... Так... Давайте обозрим, на этом серия подходит к завершению. Посмотрим, на чем мы здесь останавливаемся. Значит, финнов мы скоро добьем, потому что шансов у них здесь немного. Шведы тоже скоро падут, поскольку нам тут еще и союзники неплохо решили помочь захватить Осло вместе с Копенгагеном. То есть, в принципе, к Германии постепенно приходит кирдык. Это радует. Ну, если они не пойдут в контрнаступление на Англию, то думаю, что этого не произойдет. Дальше. Ух ты! Ух ты! Куба решила идти в атаку. Это неплохо. Колумбия идет в атаку. Венесуэла идет в атаку. Французы эти, извините, я не знаю, кто это, Доминиканская республика или кто. В общем, не суть важна. Американцы что-то там посылают. В общем, в общем, судя по всему, союзники помогут мне с Испанией разобраться. Это радует. Так, что здесь в Африке происходит? В Африке, я так понимаю, ничего особенного не происходит. То одни побеждают, то другие. Хотя вот немцы захватили, по-моему, это французская территория была. Британцы. Ну да. Тут больше ось побеждает. Хотя есть шанс. Есть шанс, что союзники не будут тупить и смогут победить. Так. Британцы решили через Черное море на Болгар пойти. Ну, как бы не очень нейтралистично. Ну да ладно. Союзники атакуют Таиланд. В принципе, пока не очень успешно. Это, скорее, только что на одном месте. Но, по-моему, их силы превосходят. Врагов. Ну и Китай почти захватил территории, которые у них отняли раньше. В принципе, все идет по плану. Я думаю, что сейчас мы скоро восьмой ход. Восьмой ход. Думаю, что к двадцатому ходу можно будет игру завершать. По моим прогнозам, к двадцатому ходу я уже захвачу Париж. Посмотрим. Посмотрим. Как будет двигаться компания. Ну а на этом все. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Ну и до новых встреч. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok